1 сентября 1 сентября 1 сентября 2 сентября 1 сентября Они переходят на режим уже через два года, когда они набирают детей по отбору только в пятые классы. Поэтому они линейки будут проводить по своему решению, либо 9-11, либо 9-11 классы, как они примут решение относительно тех классов, которые будут участвовать в линейке. Для всех остальных классов это торжественные классные часы. Есть результаты программы, например, «Собери портфель пятера», где также 1 сентября ребята уже будут участвовать и вручаться вот эти награды, которые мы не могли в этом году вручить в рамках массовых мероприятий, которые были запрещены. Поэтому вот таким образом будет строиться 1 сентября. И 1 сентября, объявляем сразу для всех родителей, уже будет организовано, отвечая на ваш вопрос, горячее питание для школьников с 1 по 4 класс без исключения. Бесплатное горячее питание. Поэтому уже в первый день мы ребят накормим, соответственно, завтраком в определенном режиме, опять же со сдвигом по времени. Теперь то, что касается организационных процедур уже самого образовательного процесса. Прежде всего начнем с дезинфекции. Что все требования, которые необходимы обеспечить профилактически по дезинфекции образовательных классов школы, по проветриванию и так далее, все будут соблюдены. Школами закуплены все необходимые средства, касающие дезинфекции и рук, и масочные режимы. Все это у школ закуплено на сегодняшний день. Вы, наверное, слышали выступление министра образования Нижегородской области Сергея Васильевича Зловина, который говорит о необходимости закупки рециркуляторов. Они действительно ведутся. Не во всех школах еще завершены приобретения. Разрешило в этом году министерство образования Нижегородской области закупать рециркуляторы через субвенции. Для нас это очень важно, потому что достаточно значительное количество денег для этого необходимо. Сейчас школу закупают определенное количество, чтобы обеспечить максимально безопасный режим. Так, например, на сегодняшний день за каждым классом будет закреплен свой кабинет. То есть, ну, например, там пятый класс, пятый А-класс всегда будет обучаться в кабинете литературы, седьмой Б-класс будет всегда обучаться, например, в кабинете там математика. И вот эти классы за ними закреплены. Но есть предметы, в рамках учебных планов которых необходимо реализовывать лабораторные работы. Это физика, это химия, это работа на компьютерах в рамках предметов информатики и наша любимая физкультура. И технологии. И технологии, да, где проводятся работы в мастерских. Вот установка наша на сегодняшний день в школы, и эта установка говорена с главным санитарным врачом города Сарова, что в эти кабинеты, где происходит смена коллективов, будут поставлены рециркуляторы в обязательном порядке. Остальные по возможности будут использовать в течение периода переносные рециркуляторы, которые будут обрабатываться каждый класс в течение определенного периода времени. Понятно, что полная дезинфекция проводится до начала прихода детей в школу и после завершения детей в образовательном процессе проводится еще раз полноценная дезинфекционная обработка помещений. В процессе дня у детей будут расставлены санитайзеры. Значит, в определенных местах обязательно на входе, обязательно перед столовой, около туалетов. Все в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. И в процессе раз в два часа ручки, экраны всех дверей, всех классов также будут протираться дезинфицирующими средствами, чтобы снять максимально. Вы, наверное, знаете, что один из аспектов организации образовательного процесса – это сдвижка по времени начала входа в образовательную организацию и начала занятий. Соответственно, у каждой школы они принимают свои решения, это полномочия образовательной организации, каким образом они разводят детей по входам. В основном используются минимум два в некоторых больших школах и три входа для различных параллелей. И также происходит сдвижка по времени начала уроков. Особенно серьезная сдвижка происходит достаточно значительно, касающаяся с первого по третий урок, так как это связано с тем, что здесь еще нужно успеть накормить питанием всех детей, особенно начальник школы, которые наиболее заинтересованы в этом процессе. Поэтому каждая образовательная организация через родительские собрания, через свои сайты, вся информация будет размещена на сайтах в обязательном порядке, доведет информацию до каждого родителя. И через чаты, которые есть сейчас у каждого класса, доведется информация, когда начинается учебный год, какое расписание, во сколько приходят дети в школу. И здесь опять же мне хочется обратиться к родителям, чтобы родители четко соблюдали режим прихода в образовательную организацию. Потому что разница будет в 10 минут, и если вы приведете ребенка раньше 20 минут, то, понятно, никакого разделения по уже входу в школу по деткам уже происходить не будет. И тогда будет перемешивание потоков, что, конечно, нам допускать очень не хотелось. Поэтому вот это такая большая просьба. Мы понимаем, что малышей обычно приводят раньше, поэтому школы постарались там, где есть возможность, малышами начинать уроки раньше. Так как чаще всего родители привозят детей в школу, проезжая на работу мимо к 8 утра, и поэтому постарались этот режим также родительски учесть. Это то, что касается дезинфекции. Теперь в обязательном порядке термометрия у нас на входе, когда заходит ребенок в школу, каждый ребенок бесконтактным термометром будет проверена его температура. Мы договорились о следующем, что если у ребенка температура около 37 или вызывает вопрос, вы знаете, что вот эти бесконтактные термометры показывают температуру несколько ниже. И в обычном режиме у нас выше 35,8, не меряет, например, на нас по температуре. Поэтому если у данного случая педагога или у медика вызывает вопрос, что температура 36,8, например, показанная бесконтактным термометром, мы будем предлагать ребятам пройти перемирить температуру уже обычному братью, чтобы нам понимать. И сразу же говорим, и родителям тоже говорим, что если у ребенка повышенная температура, или есть любые признаки катаральных явлений, мы сразу же ребенка возвращаем домой. То есть не обсуждаем. Вот подкашливает ребенок, насморк, вот мы только увидели, вот там потекли сопельки беленькие, как мама говорит, они же беленькие, ничего страшного, или там уже завершено, никаких. Как только мы видим первичные признаки у ребенка, мы тут же вызваниваем родителей для того, чтобы они забрали ребенка, отпускаем его домой. Потому что в сегодняшних условиях, если хоть один ребенок заболевает ковидом, и выставлено это заболевание, весь класс садится на 14 дней на карантин. То есть мы понимаем, что это, да, очень значительный такой риск, поэтому для нас очень важно именно вот эти входные фильтры. В этом году вот наше привычное распространяющееся правило, что ребенок один-два дня дома посидел, вернулся без справки, его у нас не будет, потому что, понятно, мы не знаем в данном случае риски, и только врач может подтвердить, что ребенок без ковида, или что все хорошо, и, соответственно, может приступать к образовательной деятельности. Поэтому здесь мы будем вот в этой части ужесточать. Ну, с нашей точки зрения, конечно, это здорово, что педагоги могут работать без масок, вместе с тем мы все равно предлагаем педагогам, если они сочтут нужным, использовать масочный режим, или, например, экраны, если они сочтут нужным для себя, как один из вариантов. Но мы просим педагогов, особенно, понятно, основную школу, основное общеобразование и старшее, это среднее общеобразование, работать максимально у своего стола и у доски. Для того, чтобы вот эта социальная дистанция 2-2,5 метра была выдержана, для того, чтобы как раз, если вдруг происходит какая-то ситуация, мы могли не высаживать как бы весь класс. Почему высаживаются дети? Потому что они находятся, вот они сидят все рядом, и так как не делается первая, вторая и третья смены, поэтому они находятся в близком контакте, они сразу как бы уходят на карантин. При заболевшем педагоге все-таки, на сегодняшний день, пока мы договорились, что педагог, понятно, изолируется, уходит на больничный, а пока по детям, за детьми просто наблюдаем. Они остаются в своем же классе, как бы, да, и мы наблюдаем за ними, с точки зрения... Для первого заболевшего. Для первого заболевшего, ведь наша будет рекомендация, рекомендация главных санитарных врачей, это надевать маски, если мы спускаем, ну, если мы подходим к детям, обращаемся. Хотя, как педагог могу вам сказать, вот мы обсуждали эту историю, очень тяжело, когда ты в процессе работы, вспомнить, что ты должен подойти к ребенку, ему помочь, и должен в этот момент надеть маску, это очень сложно вспоминается, ну, просто потому, что ты погружен в профессиональную деятельность.